Всем привет! Это Дело Вкуса, Юрский период. Кулинарное шоу, где готовят мужчины. Приготовьтесь, мы уже начинаем. Печень хороша, желудок радуется. Три яйца сюда, в колобатину. Я забыл добавить муку. Спокойствие, только спокойствие, как говорил герой одного мультфильма. Пускай в нашем сегодняшнем меню будут застольные закуски. Наташа Наумова, я что, зря наряжалась? Кручу, верчу, удивить всех хочу. Ну, крутить-то крутить, закрутим сегодня рулеты. Тем более, что рулеты – это и вкусно, и красиво, и полезно. В жюри сегодня не пойду, печень я не люблю. А вот понаблюдать за нашими парнями – это пожалуйста, это я могу. Останусь сегодня ведущей. Привет, друзья, вы меня так еще никогда не встречали. Ян, это не тебе, это реквизит. Передвинь, пожалуйста. Перестань, пожалуйста, на стол. Вот такое вот издевательство над ведущей, понимаете ли? Нет, чтобы раз в пятилетку подарить ведущей цветочки. А платье хорошее. А вот уже не надо. Это лен? Это рецепты, выбирайте, друзья мои. Юра Заяц. Готовит. Рулет с семгой. Судя по бурным аплодисментам, понравился. Ну, я обожаю рыбу эту. Рулет, ну, у меня рулет из куриной печени. И я готов поспорить, что это будет хороший рулет, не хуже, чем с семгой. Лови. Браво, Чернявский. Уверенный мастер никогда не боится конкуренции. А выбирайте продукты. А ты не забудь цветы. Ну, определенно. Я сегодня, конечно, угадал с рецептом. Семгочка моя. Не факт, что ты угадал. Смотри, еще и... Давай на стол. Сливочный сыр. Клади на стол, слушай, меньше разговоров. Смотри, да? На контрасте-то все понятно. Подождите, подождите. Твердый сыр. Это мой сыр. Пармезанчик. Ну, так, яйца куриные. Две штуки мои точно. Так, и молоко. Я и молоко несовместимы. Ну, парни, эксперт выбрал шикарный, на мой взгляд, рецепт. И поэтому они вам должны точно понравиться. У одного семгу, у второго печень. Вот я не могу понять, рулет, семга. Это ж, наверное, это суши я сегодня делаю. Меня каждый раз раздражает, когда люди на роллы говорят суши. Суши вообще другая история. Для меня это вообще знак равенства. Нет, роллы от слова рулет, это значит закрученные. А суши, это когда кусочек рыбки, кусочек, да, кучка риса и все это. Поэтому у тебя точно не суши. Я ничего не понял. Три яйца разбиваю. Юр, давай лучше по рецепту. Правильно, по классике. Так я правильно, да, три яйца сюда, в колобатину. Видишь, я научился уже на раз эти яйца. Одной рукой, Юр, можешь? Может. Не научился. Так, яйца добавили, чуть-чуть соли. Это мы сейчас сделаем, кстати, жидкое тесто. Для рулета. Чуть-чуть соли, потом сахара. И теперь уже взбивать надо миксером. Зайц работает одной правой. И не глядя. Каждый раз эксперт за кадром рассказывает, для чего нужен сахар и соль. Юр, ты помнишь? Нет. Как нет? Юр Чернявский, для чего нужен сахар и соль в одном рецепте? Чтобы сбалансировать вкусы. Дополнительный балл. Я у тебя заберу этот приборчик, Юр. Хорошо, я уже понял, что я воспользуюсь все-таки комбайном. В прямом смысле поделили чоппер. Так, как бы это все джонглировать придется. Ну, без моей помощи не справиться же. Давай, доливай. Ой, Юрий, что бы вы без меня делали-то, а? Сейчас-то я красивое платьюшко заляпаю. Нельзя, убью. А теперь добавляю в комбайн куриную печень. Постараюсь это сделать в три захода. Я вот думаю, как раньше люди жили-то без этих вот приборов. Комбайны. Но мы же не раньше. Сейчас знаешь, как все это выглядит? Когда женщины говорят, ой, нужно заняться стиркой. И ты сразу такой, да? Вот это вот масштаб. Сейчас пойдет, закинет, кнопку нажмет, кнопку нажмет, но она занимается стиркой. Так же сейчас и посуду моют. Так, мне муку нужно добавить и дальше продолжать взбивать. А мне снова нужна Яна. Ян, пожалуйста. Она не слышит. Ее нет дома. Слушай, ты готовишь или нет? Ну, хочешь ты мне поможешь? Юр, скажи громко, пожалуйста, я приду. Яночка, приходи, пожалуйста, помоги. А заяц у нас мастер. Пыль в глаза пускать. Друзья мои, объясните мне и нашим зрителям, на каком вы этапе что делаете? Я все продолжаю взбивать, я уже устал. Если честно, мы еще на начальном этапе. Мне кажется, уже вечность прошла. Мне перфоратором штробу проще, наверное, наделать, чем вот этим вот заниматься. Сейчас вот масло нужно еще добавить и тоже взбивать. А Юре вообще непонятно, что вот это что? Тесто? Это заготовка для теста. Это шоколадный крем. Так, масло. И продолжаем взбивать. Так, я отойду. Все отходи, оператор. И оставляем тесто на 10 минут отдыхать. Юр, может тебе тоже стоит отдохнуть? С удовольствием. С удовольствием, Юра. Добавляю два куриных яйца. Свой шоколадный крем. Опа, чуть-чуть попало. Скорлупа. О, а у нас новый ингредиент в рецепте. Это нормальный, естественный процесс приготовки. Может и попасть. Ничего, вытащим. Главное, чтобы жюри не распробовал там скорлупу. Нет, это кальций, полезно. Супер, тогда давай туда все. Юра, что дальше? А дальше соль 100 граммов. Да не ты, заяц, чернявский. Кефир 100 граммов. Кефир 100 граммов. Давай, ты озвучивай. Да. Есть такое дело. Соль, перец. Соль, перец. А у нас сегодня программа с дубляжом. Душистый перец душевно добавляем. Пол чайной ложки соды гасим лимонным соком. У Юры, заяца, слово гасим, мне кажется, другое значение имеет. Да, Юр? Да. Это уже будет финал передачи. Взбиваю. Юра, заяц, мне кажется, у тебя проблемы там. Ну, чуть-чуть. Не могу рыбу почистить. Слушай, главное, чтобы ты верно ответил на вопросы. Юра, мука. Забыли, забыли про муку. Подождите, подождите пауза. Я забыл добавить муку. Еще чуть-чуть бы, и была бы катастрофа. Осторожно. Чуть-чуть, не дозаговорил тебя. А ведь ты и спрятал муку. Это был саботаж. Я все видела, Юра, заяц. Викторина, давайте, друзья мои, соберитесь, соберитесь. Переживаю за вас. Три вопроса. Готовы? Конечно, да. Да, молодцы. Начинаем. Первый вопрос. Сколько жира содержится в 100 граммах куриной печени? 6, 10, 16? 6, 10, 16. Чего? Граммов. 6. Принято. 10 какое-то круглое слишком. Ладно, пусть будет 10. 10. Юра, заяц, молочи. Первый вопрос и правильно. Второй вопрос. Сколько степеней посола бывает у красной рыбы? 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5. Принято? 5. И правильный ответ, друзья мои. 4. Мало соленое, слабо соленое, средне соленое и крепко соленое. А кисло соленое? Это наверно у тебя такая. Третий вопрос. Какой сыр французы называют лакомством королей? Камамбер, бомон, бри. Бри. А Юра, заяц, такой логикой руководствуется. Пусть будет камамбер. Он такой душистый. Они оба душистые. И камамбер тоже. Бри тоже. Но это абсолютно верно. 2-0. Юра Чернявский проигрывает. Юра, заяц. Разбирается в вонючих сырах. Молодец. В душистых сырах. Так, надо промазать пергамент маслицем. Ну и королю, пожалуйста, можешь подлить ваше реличество? А король-то? Чего? Бри. Король Бри. Будто бы имя. Бри первый. Да. Лже-бри. Я пропустила тот момент, когда у вас появились противени на столе. А это Юра принес. Сбегал. Волшебные противени. Пларек. Он проиграл. И вот. Так. Слушайте, что делать нужно с ними? Вот сейчас еще. Промазываем маслом. Угу. А мы недостаточно демонстративные? Я, я... Вы сегодня растерянные какие-то, и я... Тут большие сомнения, кто из нас растерян. Не совсем внимательно. Так. Вот эти ваши кремообразные... Сюда. Ты видела, сколько он как долго... Первый раз делал. Он делал с этой кистью все. Ответственный момент. Юра Заяц. Ух. Какая, да? Так. Мне лопатка нужна. У меня она была. Ух. А мне лопатка не нужна. Сейчас мы... Наливаем. Ну смотри, куда красивше выглядит. Слушайте, посмотрите, какие у вас контрастные цвета получились. Опять инь и ян. Ну что, король, знаешь, что делать дальше? Ну, конечно. Ты же объяснишь сейчас людям? Ты за кого меня принимаешь? Отравить духовку? Какая-то едовщина тут. Неуставные какие-то взаимоотношения. Отправить изделие в разогретую до 180 градусов в духовку на 15, ну, или 20 минут, или как пойдет. Как это красиво! Как это красиво! Очень аппетитно выглядит. У одного такой темный корж какой-то, будто бы бисквит на самом деле. Вот сюда еще крем. И вот сейчас он кремом и занимается. Кстати, я уже на стадии боли. Чесночный. А вы сейчас будете рулетики собирать свои? Да. Я вот как раз начиночку делаю и приступлю к сборочке. Посмотри на его глаза. Знаешь, что сейчас попросят? В недоумении. По помощи спорим? Я как раз, да, подумал, что мне очень нужна помощь Натальи. Я два раза тебе уже помогала. Сейчас еще Наташа. Ну, это не помощь. Мы сами готовим или я не помню? Потом человек выигрывает как-то. Мне кажется, пора дело вкуса, помощь эксперта. Помощь. Нам нужно будет сейчас этот корт перевернуть, потому что вот это будет у нас лицевая сторона. Я готовлю пергамент. Убираем. Секунду, секунду. Не урони только, пожалуйста. Не, не, не. Ладно, он уж пышет еще тепло. Теперь, теперь аккуратно мы делать должны вот так. Раз, два, три. Вот. Отлично. Это будет у нас... Да. Внутренняя часть рулета. Заворачивать мы будем его по длине, то есть вот вот так, в ту сторону. У нас для этого есть сыр, рыба и зелень. Сыром мы смазывать будем. Друзья мои, если у вас будет сыр, например, даже фета, даже рикотта сюда подойдет, плавленый сыр, сюда подойдет любой сыр, который вы можете намазать. Но если даже вот в таком случае, дай-ка мне ложечку, как у нас, он немножечко такими кусочками, то я предлагаю взять ложечку ножек и распределить сыр по всей площади коржа. А, то есть будем хорошо. Да, бери ложку еще и ты и приступай помогать мне. Вернее, кто кому помогает теперь получается. А Юра Чернявский готовит вкуснейшую начинку, судя по всему. Да, делаю такой соус, соединяю чеснок, петрушку, простите, укроп и майонез. Классика. А сыр? Сыр, сыр будет отдельным ингредиентом. О, то, что я хотел сказать. Теперь понятно. Шпинат уже мытый, просушенный, выкладываем его вот так вот, без бугорков, Юра, таким вот ровным слоем. У нас немножко такой несоленый этот сыр может... Да, я тебе сейчас хотела предложить, что ты можешь сверху шпинат немного посыпать солью и специями, теми, какими ты любишь. Ну и рыба добавит тоже соль. Да, конечно. И я хочу тебе предложить добавить немного сверху лимонной цедры. Вот чуть-чуть сверху. Это будет такая некая кислинка и пикантность. Третье. Оп. Ну, нормально получилось. Отлично. Корж мы перевернули, как и в случае с... Юрой и Зайцем. Зайчим пирогом и предлагаю тебе прямо сейчас начать обильно хорошо смазать всю поверхность, чтобы нигде ничего не было пропуска, потому что это даст вот эту вот пропитанность нашему рулету, вернее рулету, который готовит Юра Чернявки. Рыбу вот так вдоль, несколькими кусочками, вот. Сверху посыпаем это все сыром. Сыр, я думаю, весь нужно, не жалей его. Подсолим немножко поверхность. Да, смотри. Слушайте, ну такого мы точно еще не готовили. Да, я точно не делал такого. Но возьму на заметку. Повара молодцы. Один из них точно молодец сегодня. Ну, я-то имел в виду, да? Я знал. Я вот так сейчас вот. Так вот. Наташ, есть вопрос? Да. Ты за них будешь заворачивать? Я как, знаешь, в том мультике, я и есть буду, и заворачивать буду, да, все за них сделаю. Это наш рулет. Покажу, я покажу, значит, вот лучше сделать это вот так. Ага. Вот так ты берешь и подворачивая аккуратно, прижимая, и чуть-чуть, нет, уже не так делаешь, пальчиками, вот, видишь, подгибай краешек. И тихонечко поднимай край бумажки, бумаги, и заворачивай дальше. Поехали дальше. Получилось? Нет. Нет, нет, руками не трогай все это. Вот так. Вот, подмял. Бумажку убрал. Подмял. Давай, сам. И теперь сам. Главное делать вид, что работаешь. Только, пожалуйста, не испорти в конце все. Все можно бумагу. Да, можно. Юра, я тебе тоже немножечко подскажу, как это. Смотри, краешек. Мы не трогаем само тесто, только через пергаментную бумагу. Заверну. Поджал. Само обувь убрал. Завернул. Поджал, чтобы была форма. Завернул, потянул на себя. Руками все это распределил. Кружок убрал. Очнил. Прижал. Все, дальше понял, как? Обязательно руками прижимай, чтобы форму держала. Ну что ж, ребята. Можно открывать? Да. Раз, два, три. Вот такой ребят. Сейчас нужно будет это переложить на соответствующую посуду. Нарезать. Нарезать и попробовать. Юра Чернявский приготовил рулет из печени. Юра Заяц приготовил рулет с семгой. Ребята, готовили, а я буду пробовать. Мне, конечно, меньше. Давайте все втроем пробовать и комментировать. Давайте. Будем... Я, конечно, возьму вкусный. Свой, да? Угу. Так, ты со своего начал, да? Ну, давай. Что скажешь? А что это за умница? Что это за... Чудо-повар готовил? Угу. Угу. Лимонная цедра прям вот в тему. Угу. Вот мне чуть сольки не хватает, наверное. Я не досолил. Я чувствую только корж. Извини, Юра. Угу. И как корж? Ну, корж нормальный, чем кривить душой-то. Сырный. Я пробую рулет, который приготовил Юра Чернявский из печени. Стой! Это не лучшая идея. Угу. Я думаю, это лучшая идея. Угу. Угу. У тебя реакции такой не было на твое блюдо. Угу. Вот, мне кажется, немножко соли мы здесь. Переборщили? Да. Вот если здесь мне не хватает соли... Угу. То здесь... Хотя, в принципе, это дело вкуса. Понравится какой из вариантов нашего жюри, мы с вами увидим чуть-чуть попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Прекрасно выглядит рулет. Рулет из куриной печенки. Сложно догадаться, что внутри. Мне уже нравится это название, потому что куриной печенки здесь будет больше, чем рулета. А ты любишь, любишь? Ну, тут еще, смотри, какая-то есть... Что это? Заправка. Подложка. Слой. Как это называется? Кремушек. Крем. Ну, в чем-то он прав. А что там, кстати, было? Майонезно-чесночно-укропный крем, да. Повар заморочился, намазал, накрутил, насыпал, выдавил. И получилось. И есть ощущение, что он о тебе заботился, думал. Вот по поводу выдавил, сейчас мы его узнаем. Какое приятное, неожиданное начало. Я немножко, позволишь, распрямую спину, потому что, я так понимаю, мое же блюдо, да? Да, оно вообще похоже на какую-то кровяную кровь. Продолжаем. Что-то печеночное внутри. Логично. Для меня вкус необычный, но он мне нравится. Это что-то новенькое из того, что я не пробовала, так что... Печенка, на самом деле, очень специфичное блюдо. Она часто сухой получается. Надо уметь его приготовить. Да. Я вот ем... И тебе нравится? Мне тоже. Я наслаждаюсь. А-а-а. А я считаю, что не нужно быть таким далеким, чтобы определить печень и чеснок. Это заморачивался. Юрка Чернявский. Вот это крутил, намазывал, нарисовывал. Сто процентов Юра Чернявский. Согласен? Полностью поддерживает. Да. Это так. До сто процентов без помощи эксперта здесь не обошлось. Сто процентов. Эксперта не было. Не было? Да нет, это повара великолепные. Да посмотрите. Ну, он же наученный уже, ну, сколько лет готовит и готовит. Я думаю, что прям... Ну, ладно, процентов на 20. Ну, может быть, чуть-чуть спросил. Позвонил. СМС-ку отправил. Сейчас узнаю. Наташа-то контролировала. Наташа подходила. Контролировала. Да, она в отличие от некоторых, не будем показывать пальцем, Наташа действительно контролировала. А за кого-то делала, да? Я оценю вкус на десятку. Он был интересным. Подачу оценю на пятерку. Она была достойной. Дополнительный балл сегодня не ставлю. Я оценю на десятку. Вкус был достойнейшим. Она же отличается от вашего судейства. Подачу. Подачу в 5 баллов. Вы видели эту змейку из майонеза? Это же высокая кухня. Дополнительный балл. Качественно приготовленная печень. Печень хороша, желудок радуется. Я боюсь-то трогать. Да нельзя это рушить. Ну и не трогай. А я не боюсь. Это не только визуально вкусно, но и... Нет, ребята, можете не пробовать. Правильное решение. Просто посмотрите и можете встать и уйти. А, видишь как ты? Слабохарактерный. Быстро сдался. Кушай, кушай, Мирослав. Грамотно манипулируете. Очень какой-то красивый сливочный, видимо, соус. А вот что это? Омлет, батон, бисквит. Сейчас узнаем. И тут они озадачили нас. А это все вместе. Мне кажется, это и компиляция, да? И омлет, и что там сказать? Хлеб, и бисквит. И бисквит. Чуть-чуть мне, может быть, соли не хватает. Но это вообще не проблема. А так интересно. Такое, знаешь, ресторанное что-то. Сразу видно. У повара достаток. Может угощать дорогих гостей. Достаток свободного времени. Чтобы это все закручивать, намазывать. У тебя был такой достаток времени, что пока Наташа закручивала, ты просто рядом стоял и отдыхал. Ты видел? Да, видел. Кажется, я сейчас воспользуюсь этим новым правилом. И поменяю свое мнение. То был Юрка Заяц, а это Юрка Чернявский. Ну, почерк такой. Ну, немножко Заячий. Я останусь при своем. И, скорее всего, это приготовил Юрий Заяц. Мирослав, спасибо. Спасибо, что ты стоишь на своем. А вот Олеся смотрел. Олеся, правильно переобудовался. Странно, почему? Тоже помогал эксперт здесь. 100%. Ну, слишком это такие ресторанные блюда. Ну, это сложное блюдо. Это сложное блюдо. Думаю, здесь 50% помощи эксперта. Слушай, как они все видят? А что там видят? А, да, ну, Наташа, действительно, мне помогал закручивать. Кроме как закручивать, тебе много в чем помогали. Что? Слушай, тебе и Яна помогала, и Наташа. Да тебе все помогали. И даже я помогал тебе. Давайте кратко и по существу. 9 баллов. Лимончика не хватило. Подача. Ну, я сразу поставлю 5 баллов, потому что я боялся испортить эту красоту. Ну, постарался сделать такой салат великолепный. Дополнительного балла не поставлю. 9 баллов я ставлю за вкус. Чуть-чуть мне был суховат корж. Подача шикарная на пятерочку. А единичку за вот эту вот, знаешь, загадочность. Так я и не разгадала, что это было. Сначала я была права. Зря я поменяла свое мнение. Все правильно, слабохарактерное. А, злопамятный. Битва рулетов завершена. Время напомнить, кто что готовил. Рулет из куриной печени был у Юрия Чернявского. Рулет семга готовил Юрий Заяц. Жюри попробовала, блюда понравились. Вот что поставили парням. 31 балл у Юрия Чернявского, у Зайца немного ниже. 29, и пока счет 29-31. Викториней сегодня был лучшим Заяц. Два бонусных балла его. Счет 31-31. В инстаграме блюдо Юрия Зайца нашим зрителям понравилось больше. Один бонусный балл отдали ему. И счет 31-32. По идее, сегодня победитель Заяц. Но один бонусный балл я у него все-таки заберу. Все-таки эксперта сегодня было слишком много. Поэтому сегодня побеждает дружба. 31 балл у Чернявского столько же у Зайца. Ну а мы с вами, дорогие зрители, прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Смотрите, дело вкуса. Юрский период с нами тут всегда. Вкусно, весело и интересно. Пока. Рулет с семгой. В глубокую посуду разбейте куриные яйца. Добавьте соль, сахар и взбивайте смесь миксером, доливая молоко частями. Всыпайте в массу муку небольшими порциями, продолжая взбивать миксером. Влейте растопленное сливочное масло и еще раз взбейте. Смажьте растительным маслом пергамент и распределите взбитую массу. Отправьте изделие в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Дайте изделию немного остыть, а затем равномерно смажьте его поверхность сливочным сыром. Сверху выложите листья шпината, следом ломтики рыбы. Можно натереть лимонную цедру. Сверните изделие в рулет. Рулет из куриной печени. Крупно нарежьте лук и прокрутите его в блендере. К луку добавляйте печень порциями и пробивайте до однородной массы. К печени добавьте яйца, кефир, муку, соль, перец и гашеную соду. Хорошо вымесите тесто. Смажьте растительным маслом пергамент и равномерным слоем выложите тесто. Отправьте изделие в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Чеснок пропустите через пресс. Мелко нарежьте укроп и натрите сыр на мелкой терке. В майонез добавьте чеснок и зелень. Перемешайте и равномерно намажьте поверхность печеночного коржа. Посыпьте сверху корж сыром и сверните изделие в рулет. Поехали. По чуть-чуть. Тут вышло не так. Самошница пришла. Где салфетка? Подождите. Это что-то пошло не так. Просто Юра не любит молоко и об этом откровенно видно. Проклятие молока.